Награды! Поздравляем! Сегодняшние награды получены и помещены в запас или инвентарь. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть в игру Чемпионы. Так, что у нас сегодня новенького тут появилось? Я нифига не пойму. Пока не могу разобраться. Слишком много чего тут дано. Так, ладно. Ну. Так, студенты. Помощь. Запрос помощи. Человек-паук, Человек-муравей. Помогай товарищам по Союзу, чтобы получать очки верности. Эти очки можно использовать для приобретения кристаллов Союза. Ты можешь попросить помощи у своего Союза в тех случаях, когда тебе не хватает энергии или у одного из твоих чемпионов заканчивается выносливость. Ага. Ну что, ребят, давайте, наверное, поможем. Почему бы и нет? Это все-таки мои соклановцы. Так, всем. Я не пойму, у меня что-нибудь за это отнимает или нет? Я не вижу, чтобы что-то отнимали, но явно прибавляются очки верности. Тысяча очков верности в день. Это максимум. У меня всего лишь 220. Ну и что? Так, уже идет. Что идет, я не могу понять. В данный момент ничего здесь не показывается. Так, события Союзов. Так, события Одиночек. Так, востребовать. Так, ага, вот здесь я могу востребовать, ребята. Ну, давайте попробуем. Все, вроде бы, больше ничего не могу сделать. Так, казна в бой. Так, ну что, ребята, мы с вами будем, наверное, продолжать сюжетную линию, да, проходить. Вы не забывайте, что у меня появился новый герой с четырьмя звездами, который будет здесь просто всех рвать. Вы, ребята, посмотрите, у них по одной звезде. Так, сообщение. Я положу этому конец. Все, что мне нужно, это стрела и законы физики. Хе-хе. Хав говорит. Хочешь побороться с физикой, Эйнштейн? Слушай, я не против. Ты сам напросился. У меня, ребята, 880 хп против его 103. Или это атака. Не знаю, что это означает. Сейчас посмотрим, как у нас это все дело пройдет. Я думаю, что я его просто сейчас разорву. Хе-хе-хе. Так, тихо. Начал он тут. О-о-о, ребятушки, вы сами, вы сами прекрасно видите результат. Это просто жесть. Слушайте, с этим зверюгой я, наверное, пройду очень и очень далеко. Причем сразу и не мешкаясь. И что же сейчас случится, ребята? Завершено. Внезапное нападение. 83% исследовано. Получаем кучу всяких штучек. Ага. Открыть кристалл. Я вижу, да, у нас, ребята, есть один кристалл. Давайте посмотрим, что из него выпадет. Так, подожди. Ага, вот, да. Открываем. Давай на раскруточку. Угу. Ну, это, ребята, изо. Так. Ну, давай, 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 давай. Как он? Ну. Ну, нет, 75, ребята. Всего лишь 75 базовых кристаллов изовских. Ладно, не вида. В принципе, нам, хотя есть кого качать. Так, у нас магнита, сокольный глаз, телпаук. Хм. Улучшение. Давайте-ка, наверное, ее попробуем дальше добить. Он у него всего... Вот, четвертый уровень. Насколько хватит? Пятый. Пятый из десяти. Слушайте, я думаю, что это неплохо. Даже очень хорошо. Все, полностью в него вбабахаем. Хе-хе. Да, жалко, конечно, эти кристаллы как-то очень хреновенько выпадают. Но, тем не менее. А вот почему-то повышение ранга мне не удается сделать. Странно. Слушайте, ну, на самом деле, я, наверное, этим зверюгой сейчас очень далеко смогу пройти. Потому что он не предназначен для начальных уровней. А мы пока дойдем с вами до того, где мы сможем уже действительно какие-то препятствия найти. Там уже и раскачаемся во все. Так, ну-ка, давайте посмотрим, что здесь. Обзор, начало, боевая группа. Ё-моё, руководство по игре. Честно говоря, даже читать сейчас не хочу. Хе-хе-хе. Задания, награды. О-о-о. Потом как-нибудь, ребят, потом все это мы сделаем. Тем более, все равно мне нужно достичь 17 уровня. Хе-хе. А у меня всего лишь 6. Да. Мне еще качаться и качаться. Так, сезон первый. Это воины союзов каких-то. Так, уже идет. А что идет, непонятно. 22-часовое событие. Событие одиночек. Тут у нас какие-то осколки. Все равно, ребята, все равно здесь надо очень хорошо разбираться. И если кто в нее играет, может мне, естественно, написать в комментарии полезный совет. Я приму его к сведению. Так. Что-то слишком много тут всякой ерунды. Давайте, наверное, обзор заданий. Так, ага. Здесь можно увидеть награды за каждое прохождение и исследование каждого акта. Ну, покажи. Где ты? Что-то не показываешь мне награды. Ага, вот. Слушайте, ну... Неплохо. Ладно, ребят, давайте, наверное, с вами попробуем продолжить. Миссия называлась Тропинки. Начинаем задание. Всех тут в пух и прах разнесу сейчас. Так, поступает сообщение. Я не должен был терять контроль над битвой. Канг, есть только один способ закончить эту битву. Ты должен победить. Конечно, если сможешь. Призыватель достойный соперник. А призыватель, ребята, это я. И я действительно достойный противник. Так, ну что у нас здесь, ребят? Смотрите-ка. Опа-на. Куда пойдем? Куда пойдем? Даже не знаю. Давайте поверху. Там у нас золотой сундук стоит. Так. Вижн, да, у нас здесь будет? Сейчас мы этого, вижна, просто в порошок сотрем. Ребят, ну посмотрите. Одна звезда. У меня четыре. Ух. Бой будет, больше, чем уверен. Длится не больше десяти секунд. Можете даже замечать. Так, понеслась. Оп-оп-оп-оп. Опа. Он меня даже пробить не может. Ребята, я уже... Все. Нет, ну чуть-чуть побольше, конечно, десяти секунд. Но, тем не менее, ребята, он мне вообще никакого ущерба не нанес. Видите, да? Мой зверь просто ходячая энциклопедия. Он надевает очки, читает книжку, спокоен. Ему не хватает еще впереди столика. Чашечку кофе. Так, ну что, зарабатываем с вами сундук. И здесь у нас этот... Как же его звать-то? Я забыл, а. Исход этой битвы предопределен, призыватель. Я так не думаю, Канг. В мире битвы ни в чем нельзя быть уверенным. Битва меня буквально пьянит. Как же этого чувачка звать? Я забыл. А, и сейчас, сейчас. Ну, это же из... Сейчас. Ну, Дракс, да, ребят? Конечно же, это Дракс. Ну, как я мог забыть? Давайте, чтобы на равных вот мы сделаем с вами так. Возьмем Хавка. Потому что... Ну, зверь просто будет всех рвать. А я хочу немножко здесь, как бы, пофаниться. Хе-хе. Ух ты. Так, понеслась, ребята. Тихо, тихо, тихо. Драксик. Родной. Успокойся. Ты должен радоваться, что я взял Хавка. На-ка, получи. Так, ребята, будем... Копить суперудар. Хочу использовать. Ну, если он меня заставит, конечно, я возьму... И использую первый... Суперудар. А так бы хотелось, конечно, бы на два накопить. Успею ли я только или нет? Ах ты, гаденыш. Ты посмотри. Успокойся, говорю. Все. Надо, ребята, применять, скорее всего. Вот так вот. Ух. Кровотечение. И он сдох. Хе-хе. А сдох он, ребята, от того, что я ему кровотечение повесил. И у него просто жизни потихоньку-потихоньку уменьшались. И он отдуплился. Вот и все. Так вот, блин, вот эти вот загрузки долгие. Ну что, продвигаемся с вами дальше. А вот кто это у нас, я не знаю. Сейчас посмотрим. Бодрит, призыватель. Возможно, ты все же одержишь победу. Коллекционер. Ты смеешь сомневаться во мне? Ты пожалеешь об этом? Ну, конечно, сомневается, елки-палки. Он во мне не сомневается. Так, а это у нас Алла-Ведьма. Ну, ребят, что-то она как-то на себя здесь не похожа. Еще костюмчик такой взяла. Почему она фиолетовая? Разве она такая была в фильме? Так, ну что, давайте, ребят, наверное, попробуем опять же с вами... А давайте с Челоком-пауком, да? Почему бы и нет? Можно сказать, разбавим наши драки. Не все же время нам с зверем играть. Так. Заодно и посмотрим, что из себя представляет эта ведьма. Слушай, я ее даже Челоком-пауком валю. Так, что он там делает? Ага, ага. Хрен тебе. Хе-хе-хе. Вот тебе... Ай! Ой, больно было. Так, получи-ка. И распишись. На! Шикарно, да, получилось? Ха-ха. Все, добивочно, ребята. Кей-о, отдыхай. Человек-паук классика выиграл. Вот что мне здесь нравится, ребята, что здесь всего лишь одна победа или одно поражение. Нет вот этих вот две, потом ничья или еще что-нибудь. Сыграли, получили. Пошли с вами, как говорится, дальше. Сдели здоровье второго уровня. А это у нас что за хмырь? Гром какой... А, черный гром. Ну что же, давайте, наверное... Блин, наверное, будем зверем бомбить его. Уж больно он какой-то серьезный. И грозный. Что это за ребята, которые тут летят на переднем плане? Ну, понеслась. Ох, долго он, ребят, здесь не засидится. Хе-хе. Быстро и смачно. Да, многие, наверное, скажут, ну ты пипец, блин. Выбрал зверя и теперь им будешь играть. Ну, а что делать, ребята? Нам надо как-то пройти с вами дальше. Не висеть же на этих начальных уровнях. Нам нужно уже серьезные карты как-то поднимать, развиваться, раскачиваться. А это у нас Гамора, по-моему, если не ошибаюсь. Осторожнее, призыватель. Канг хитрый противник. Он попробует... Заткнись, коллекционер! Здесь я повелеваю, Канг. Твои приказы для меня пустой звук. Да, так же, как для меня Гамора, это тоже пустой звук. Вы посмотрите, стрелочка, которая показывает, как сказать, равноправие между бойцами. Она просто в мою сторону наклонилась. Ну, давайте. Оп, 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 оп. Не пробьешь. У меня 97% хп. Родная, ты что, не понял, что ли? Вот так вот. Лежи и подумай над своим поведением. Так, награда. Мы только опыт с вами получаем. Но почему-то опыт у нас... Точнее, не опыт, а уровень у нас почему-то не растет. Все как-то на уровне шестом. Мы с вами зависли. И вот он, вот он, железный человек, охламонушка. Хочешь победить меня? Я потратил не один миллиард долларов на этот костюм. Не надейся на легкую победу. Хочешь, чтобы с тобой разделся парень, который спит на шелковых простынях? Отлично, я не против. Нифига, ребята, он самоуверенный. Он хоть знает, кто против него сейчас будет драться, а? Сосунок этот, блин. Вы посмотрите. Просто зашкаливает стрелка в мою сторону. Ладно, возьмем хавка, так и быть. Но нужно его подлечить для начала. Так, вот оно у нас зелье. Все, он у нас полностью здоров. Будем, ребята, его мочить соколиным глазом. И я надеюсь, он трет со своими шелковыми простынками и пойдет плакать в подушечку. Ну, давай, давай, давай. Не томи, не томи, загрузка. Понеслась? Ага. Ха-ха-ха. Так, я открыл счет, ребята. Куда ты там рыпачься, а? Тони, успокойся. Что ты? Не дает мне, гад, ничего прописать. Но зато, ребят, я сейчас накоплю на суперудар себе, на второй. Ну, естественно, пропишу ему. Остался он. Ох ты, пробитий бронезел, гад. Все, у меня готов, ребят, суперудар. Давайте использовать. Хоба, хоба. Тише. Кровотечение висит на нем. О, хпшки просто тают на глазах. И мы его добиваем. Да, смотрите, такой, да? Ммм, серьезный братиша. И получаем с вами кристалл. На изокристаллике. Ясненько все. Завершено, ребята, тропинки. Хе-хе-хе. Так, мы с вами... У нас даже три кристалла. Ага. Открыть кристалл. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. А что нам может достаться? Нам достанутся только лишь из-за осколки. Только вот в каком количестве? Ну, конечно, 75. А, нет, смотрите-ка. Нет, 75. Я думал, сейчас 125. Сказали мне дудки. Да я понял, что это базовые осколки эти. Так, ну, опять 75, да? Ну, давай, 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 давай. Нет, 125. Ну, хоть где-то фортануло. Блин, ребята, а на самом деле, почему у нас так уровень долго раскачивается, а? Столько побед уже. Все как было, 6, так и осталось. И шкала, по-моему, даже не дергается. Ты смотри-ка, еще 125. Ну, это прям какое-то благородство с их стороны. Улучшить чемпионов. Ну, что, опять Человека-паука будем улучшать, ребят? Он у нас с одной звездой. Давайте попробуем. Осколков хватает. Так, шестой уровень. На седьмой хватит? Хватает. Ну, давайте повышать, фиг с ним. Есть. Слушайте, я так понимаю, если я ему накоплю 10 из 10, он получит одну звезду. Наверное, так будет, это, скорее всего. Где мои запасы? Я не вижу никаких запасов. Просто кидок какой-то, а? Так, что тут у нас? Помощь. Ага, еще три помощи просят у нас. Ну, естественно, мы сделаем это, ребята. Я не жалкий, мне не жалко. Так, общие задания союза. Войны союзов. Вот это вот я немножко не понимаю пока. Обновление. Вкладка базы союза будет удалена в ближайшем будущем. Ну, несмотря на поначалу. Так, короче, тут, ребята, что-то не оправдалось. И они решили убрать эту функцию. Так. Но, тем не менее, это не будет никак влиять на процесс игры. Ладно. Добавлены события одиночек. Зарабатывай дополнительные награды за достижение поставленных целей и завершение этапов. События одиночек. Ээээ. А где мне, блин, взять это событие одиночек? Так, ну-ка, давайте-ка, ребята. Что это за кристалл? Такого не было у меня еще. А, вот он что. Это у нас на здоровье. Дайте мне что-нибудь хорошее. Ну, ай-яй-яй. Кристалл здоровья мы. А, зелье. Зелье здоровья. Хорошо. Улучшать мы все равно никого не можем. У нас ничего нету. Ну, ежедневный кристалл. Ага, через 7 часов появится новый. Кристалл арены. Ну, это за боевые жетоны. В общем, тут еще впереди. Хо-хо-хоу. Чего только не будет. Так, доступны кристаллы. На электро. Хм. Доступно в плане того, чтобы их купить или что? Получить сейчас. Один кристалл. Ух ты. Слушайте, ребята. У меня хватает этих как раз. Жетончиков. Ё-моё. Ну-ка. Кто мне выпадет на этот раз? Дайте 4 звездочные. Ну, дайте, пожалуйста. Ну. Ну, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Ну, только. А это еще. Что за? Кто такой? Опа-на. Это кто такой вообще? Кабель. Слушайте, ребята. Я не знаю, кто это такой. Если кто знает, напишите мне в комментариях. Хе. В первый раз вижу. Может быть, из последнего фильма про этого какого. Черная пантера. Но я его еще пока не смотрел. Ту-ту-ту-ту-ту. Не забудь. Не забуду. Так. Это все закрываем. Улучшать мы его не будем. Три звезды, кстати, тоже, ребята, неплохо, я считаю. Если 4 звездочный валит, будь здоров, то и 3 звездочный тем более. Так, здесь у нас что? Здесь нифига нет. Вот только вот тут награды. Востребовать соточку. И этих 125. Сейчас у тебя в запасе нет наград. Офигеть, можно, блин. Я же востребовал. Почему нет наград? Бред какой-то. Так, ладно. Как мне, ребята, это, свою команду-то изменить? Вот что я думаю. Я хочу, чтобы у меня был зверь. Потом, например, 3 звездочный. Что тут дали мне? Что тут дали? Я даже не вижу, что там дали они, а. Хламоны, блин. Ладно. Поехали, ребята, в бой. Так, у нас здесь... О-о-о. У нас здесь открытие. И главный чувачок здесь у нас будет Дэдпул. Вот, ребят, вот команда. Так, подожди, не то. Как мне ее заменить? Состав команды, вот. Так, ну-ка, давайте вот сюда мы поставим кабели. Я хочу посмотреть также магнита. И все, пожалуй. А как это... Так, нифига не понял, блин. Все это спешка, ребята, спешка. Хочу как можно быстрее пройти дальше. Почему я тут особо не вникаю в это во все. Невозможно. Ты должен был пасть еще в первом бою, призыватель. Неважно. Победителем станет только Канг. У-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Ты еще не поплачь, елки-палки. Так, а этот у нас кто такая? У-у-у, ребятушки, шторм. Блин. Герои-то у меня остались прежние. Хотел, думал, сейчас посмотрим. Магнита, ага, посмотрел. Ну и хотелось бы, конечно, посмотреть, что за кабель. Чувак, кабель, кабель, кабель. Неважно. Опа, опа. Что? А, оу. Прическа-то неплохая, да, такой, ракет? На-ка, выкуси. За колбашу даже не поморщусь. Вот так вот. Все. Лежи и отдыхай. Зверь победитель. Что и требовалось доказать. Мы сейчас, наверное, ребята с вами на одном дыхании проскочим вот эту вот всю полосу. И перейдем, наверное, на следующий этап. Так, куда нам идти? Вверх-вниз. Сейчас я пойду, наверное, туда, где у нас будет... Да, я думаю, что где золотой сундук. А он у нас вот здесь находится. Поэтому выбираем вот эту вот... Чувиху или кто? Или чувак? Нет, по-моему, это Чувиха все-таки. Поехали. Так. Ну-ка, покажите, кто это такой. Это Капитан Марвел у нас. А что у нас такой был Капитан Марвел? Капитан Америку, помню. Хе, Марвел это у нас компания. А Капитан Марвел это что-то новенькое, по-моему. Хотя я в комиксах не особо силен. И в фильмах вот этих... Так, кровотечение повесил? Повесил. Все. Пускай отдыхает. Потому что я знаю, что этих героев там, супергероев этих там... Тысячи, елки-палки. В них запутаться можно. Там сколько одних только дубликатов их. Так, забираем золотой ей сундук. И кто у нас? О, Человек-Муравей. Хе-хей. Довольно призыватель. Прошлое и настоящее и будущее подчиняются моей воле. Я завоеватель. Я владыка потока времени. Что он все время мне угрожает? Я никак не могу понять. Мало получал в детстве посраки, а? Я не пойму. Я ведь рано или поздно доберусь до него. Ох, я его отметелю. О, ребятушки, как же я его буду метелить-то? Если бы вы только знали. Жалко, вы, наверное, этого не увидите. Ядрё на вошь. Ребята, у нас здесь Звёздный Лорд. А я его назвал Человек-Муравей. Блин, совсем уже. Просто я посмотрел на эту намазку. И почему-то у меня в первую очередь Человек-Муравей в голову пришёл. А это Звёздный Лорд. Жесть. Так профанулся. Ладно, фигнемся. С каждым может быть. Так, энергия иссякла. Спросить малые пополнения энергии. Слушайте, ну у меня есть две штуки. Давайте тогда пополним себе энергию. Почему бы и нет? Продолжаем путь. Да ладно, опять этот гром, что ли, выделывается здесь? Этого не может быть. Кто ты, призыватель? Я уничтожу тебя. Так предрекли звёзды. Так предрёк сам космос. А я знаешь, что предрекаю? Что твоя задница будет просто избита моим тапком. Вот, вот что я тебе могу сказать. Ладно, ребятушки. Шутки в сторону. У нас тут гром, который явно жаждет получить от меня люлей. И пойти, как говорится, на покой. Угу. Ой-ой-ой. Ровно 10 ударов, ребята, и он готов. Всё, отдыхается, сунок. Даже так неинтересно как-то, да? Нет вот этого вот, как сказать, боевого азарта. Просто избиваю как куклу. Ладно, фиг с ним. Ну, рано или поздно это же закончится. Найдётся, так сказать, достойный противник. А это у нас кто? Росомаха, что ли? Да, ребята, росомаха собственной персоной. Слушайте, я его тоже порву. Всех ребят, которые мне будут попадаться с одной звездой, я буду рвать как щенков. С тремя, может быть, ещё повозюкаюсь. Но здесь, извините, вообще делать нечего. Просто... Ну, кто кого. Ах ты! Перехватил гадёныш. На, получи. И полежи. Причём, ребята, у меня три звезды, а суперудар у меня на три. На три удара. Странно как-то. Должно быть, по идее, на четыре. Ладно, фиг с ним. Продвигаемся с вами дальше. Опять энергия кончилась. Давайте вот эту вот. А, это полностью восстанавливаем всю энергию. Ну, так сразу бы и надо было делать её. Отличненько. Ну, что ж, давайте... Продвигаться дальше. И у нас здесь, ребятушки, Дэдпул ждёт. Да-да-да, именно он. Призыватель, у тебя есть тортилья? Я бы сейчас убил за тортилью. Ничего себе. Ну, ты, братиш, даёшь. В смысле, я тебя и так убью. Но мне, такому прекрасному мутанту, не помешал бы и завтрак. Фига он самоуверенный, а? Вот это дрищ. Вот это он наехал, ребята, на меня. Так. У него две серебряные звезды. Я даже не знаю. У меня, наверное, Человек-паук бы с ним справился. Хе-хе-хе. Но я рисковать не буду. Не буду рисковать. Буду его бомбить, естественно, своим зверем. Хотя, если бы у меня был бы здесь, например, сейчас кабель, я бы попробовал бы им поиграть. Так, смотри-ка. Ух ты, ух ты. Опа. Как тебе? На, на, получи. Что он на меня там повесил, гадёныш, а? Я-то на него кровотечение, а он-то на мне... Ого! Вот это... Вот это он припух! Смотрите, регенерация у него, ребята. Ну, она его не спасла. Хе-хе-хе-хе. Всё. Ребята, мы полностью с вами прошли. О, ну, наконец-то. Наконец-то я получил седьмой уровень. Что и требовалось доказать. Плюс у нас, ребята, перейти к мастерству. Давайте-ка мы сейчас... Повышать свою стойкость, улучшая такие параметры, как здоровье, броня и сопротивление урону в ветке защитных умений. Ага, а я вот хочу пользу посмотреть, что здесь у нас такое. Ну-ка, давайте-ка. Ты получаешь плюс десять ко всему опыту, получаемым призывателем в качестве награды. Да, естественно, лучше вот это, ребят. Нам нужен опыт. Нам нужно расти по уровню, ёлки-палки. А может быть, не надо было это делать? Всё, уже поздно метаться мы с вами. Всё, уже заключили. Так, открыть кристаллы. Да, у нас сколько? Тут один кристалл. Блин, а почему... А, ребят, смотрите, тут ещё кристаллы есть такие вот. Ну, это, знаете, средненький класс. То нам достанется. Гамора? Хорошо. Двухзвездочный на Гамора. Тоже не будет лишней, я так считаю. Хм. Вообще, чем больше у нас персонажей, тем лучше для меня, ребята. Я вообще обожаю, когда их очень много, когда есть выбор, за кого поиграть и кого посмотреть. Ну, здесь нам достаются из-за кристаллы. Кстати, ребята, я ещё хочу начать прохождение, опять же, с нуля, игру, которая называется Future Fight. Которая идёт тоже про супергероев. Вы, наверное, её знаете, многие видели. Так что, если вы хотите посмотреть, или чтобы я стал делать прохождение на неё, пишите мне в комментариях. Так, ну что, 125 осколочков. Чудесно. Вообще нормуль. Так, открыто кристаллов 2 из 2. Улучшить чемпионов. Конечно, можно было бы улучшить нам, опять же, Человека-паука. Так, что у нас здесь? Надо обязательно всё просмотреть, прощупать. Гаморочка. Так, 5. Почему нет? Вот же награды. Я хочу их востребовать, например. Смотрите-ка, у нас здесь какие-то и осколки. Веха 500. Веха 2. Что за веха ещё, блин? Ладно, ребят, я не знаю. Я буду всё забирать. По крайней мере, это всё идёт ко мне. Вот ещё один кристаллик. Тут тоже какие-то штуки-дрюки. И вот это вот. Всё. Я полностью всё собрал. Ну, осталось только открыть кристалл. Но это мы сделаем с вами уже в другой раз. А сюжетку-то мы с вами прошли. И мы перешли с вами на главу вторую. Нападение Адаптоида. Ну, а на этой ноте, наверное, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. И продолжим проходить эту игру. Так что, ребята, подписывайтесь. А вам всем пока и удачи. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова